Председатель Донецкой областной организации инвалидов, советник губернатора по социальным вопросам, а еще и член народной коллегии и народный контролер при Министерстве социальной политики. Нам сегодня очень приятно делать открытие, такое важное событие, открытие первого учебного класса, когда было открытие. Сейчас уже заключительный этап – это получение водительских удостоверений людей, которые первые получили образование. Хочу сказать, что машина – это ноги, ноги человека. На сегодняшний день, согласно закону, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата имеют право обучаться бесплатно, зачет государства и получать такие права. Следующий этап – это остановиться на очередь на машину, и государство обеспечивает автомобилем с ручным управлением, также бесплатно, того человека, который имеет на руках права. Ситуация была очень проблемная в Донецкой области, так как 274 тысячи инвалидов, а людей, которые стоят на учете в протезном заводе, более 150 тысяч с нарушением опорно-двигательного аппарата, они не имели возможности становиться на очередь на машину. Таким образом, создание такого класса было инициировано как Донецкой областной организацией, как Донбасским центром профессиональным, как АТП. И я хочу сказать, что город Краматорск – первопроходцы. И меня, конечно, поразило то, что начальник МРЭО Василий Владимирович сказал, что даже сегодня получат удостоверение. В Украине такого нет, потому что обучают в Евпатории, обучают во Львове, но удостоверение не выдают. Наверное, там находят все-таки те возможности, чтобы отправлять этих учащихся на места, и там они сдавали в своих МРЭО экзамены. Я считаю, что здесь работает еще человеческий фактор. Ну, судя по тем гостям, которые сегодня присутствуют, и прокурор города, и начальник ГУВД города, и замгородского совета, начальник управления, директор центра профессионального, замдиректора протезного завода и многие представители, которых не могу назвать, и столько вот прессы, я считаю, что это событие нужно показать и осветить, чтобы все по нашему примеру, как всегда, мы всегда первые, наш город первый, и чтобы, по нашему примеру, такие же удостоверения получили и в тех учебных заведениях специализированных, где, чтобы эти люди не мыторствовали. Вы знаете, что человек с опорно-двигательным аппаратом, ему не так просто добраться до МРЭО и получать это все. А главное, вы дали путевку в жизнь, не только профессии, но еще и дали возможность быть независимым, передвигаться свободно и быть помощью своей семье. И главное, это еще и трудоустройство. Мы видим, какие прекрасные учащиеся, как сложно им сдавать экзамены, какие серьезные требования. Я думала, вы будете им делать какую-то скидку, скидки никакой. Поэтому спасибо вам за то, что вы нашему городу и спасибо нашему правительству города, которое вот настолько серьезно отнеслось к этому городу. Спасибо.